Эти смелые ребята делают больше для американской свободы, чем наши собственные лидеры. Трамп поддержал канадский конвой свободы. Трамп призвал Пентагон извиниться перед уволенными американскими военными из-за принуждений Байдена. Выступил за свободу и против принуждений и вспомнил Майка Пенца. Самые яркие цитаты Трампа с митинга в Техасе и из нового интервью телеканалу Newsmax. Всем привет, меня зовут Лариса, я слежу за американскими новостями и американским ютубом, подписывайтесь на канал и нажимайте на все колокольчики, чтобы сразу же получать уведомления о новых видео. Поехали! Дональд Трамп провел грандиозный митинг в Техасе 29 января и заявил, что вернув себе Конгресс, республиканцы инициируют антикоррупционное расследование против Байдена. В действительности они не за мной, а не за вами, я просто оказался на пути. Мы начнем с того, что завершим политическую карьеру Нэнти Пелоси, сказал Трамп. Будьте уверены, что когда республиканцы отвоюют Конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена на показ Конгрессом. Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, объясняют, почему Джо отказался привлечь Китай к ответу за все, что происходит сейчас с нами и со всем миром, заявил Трамп. На митинг в пригороде Хьюстона пришло 50 тысяч человек, также его транслировали в прямом эфире. И это в полной мере продемонстрировало, насколько сильна власть Дональда Трампа. «Если я буду участвовать в выборах и одержу победу, то мы по справедливости будем обращаться с людьми событий 6 января. Если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо», – добавил Трамп. «Настало время американскому народу объявить независимость от принуждений. Мы должны сказать этой банде тиранов, что мы покончили с тем, что они контролируют нашу жизнь, вмешиваются в жизнь наших детей и закрывают наши бизнесы. Мы двигаемся дальше, нравится им это или нет». Трамп также призвал нанять каждого уволенного военного из-за принуждений Байдена. И призвал Пентагон извиниться перед ними и выплатить долги. Байден отправляет войска в Европу, вместо того, чтобы отправить их на нашу собственную границу. За последний год 5 миллионов человек прошли через нашу границу, и мы не знаем, кто они. Также через границу переправляют противозаконные вещества. Трамп поддержал канадских дальнобойщиков. «Эти смелые ребята делают для американской свободы больше, чем наши собственные лидеры. И мы хотим, чтобы эти великие канадские дальнобойщики знали, что мы с ними до конца». Дональд Трамп на днях дал интервью телеканалу «Ньюс Макс» и вспомнил бывшего вице-президента Майка Пентса. И сказал о том, что он мог изменить ситуацию, но не воспользовался этой силой. Но сейчас демократы и носороги хотят отчаянно изменить закон, который уже не будет позволять вице-президенту изменить исход выборов. Сейчас они говорят, что Пентс не имел такого права. Так зачем же они работают над новым законом и так усердно хотят его изменить? Трампа спросили о ситуации между Россией и Украиной. Что бы вы сделали по-другому, в отличие от Байдена? Это вопрос под ковыркой, потому что этого не случилось бы при моей администрации. Это было бы немыслимо. И не произошло бы того, что сейчас происходит между Китаем и Тайванем. После Олимпийских игр будет очень интересное время, добавил Трамп. О Джо Байдене он сказал, если вы возьмете пять президентов, то Джо обошел всех их вместе взятых по количеству причиненного ущерба. Подписывайтесь, смотрите мой канал, пишите свои мнения в комментариях. Всем отличного настроения и всем пока! Пока!